Каждому человеку иногда хочется помимо обычной жизни, включающей в себя каждодневную работу, вырваться в свой заветный уголок, который сопровождает его с детства. Это и есть мир фантазий и увлечений. Именно этот мир и позволяет человеку проявить свои новые таланты и возможности. А талантливых людей в Ленинском районе много. В этом можно было убедиться воочию на выставке в историко-культурном центре, открывшейся в канун юбилейной даты 85-летия Ленинского района и Дня города. Выставка, открывшаяся в историко-культурном центре 11 сентября, так и называется «В мире фантазий и увлечений». В ней приняли участие 28 авторов – самодеятельные и профессиональные художники, мастера прикладного искусства, коллекционер. Живопись, культура, работы по технике украшения икон, вышивка бисером, гладью, крестом. Судьба многих участников вернисажа связана с Ленинским районом. Лидия Павловна Забаборина – старейший учитель. Ее стаж работы более 50 лет. Она преподавала в школах и в городе Видно, и Расторгуево. На выставку представила работы по вышивке крестом. Любовь к рукоделию у нее с детства. Я еще маленькая совсем была. Там я в деревне росла. Там я вязала, как раньше назывались, подзоры. На наволочке кружево вязала. А потом, когда отправилась работать, там начала шить, потому что была на Востоке. Там магазинов с готовой одеждой не было. Пошла на пенсию и без дела не могла сидеть. Занялась вышиванием. Оксана Кабанова – правнучка первостроителя города Видное Клена Наума Ивановича. Тоже решила принять участие в выставке, представив серию работ на тему ипподрома. И в том числе одну из первых – домик на лемешком. Мне очень нравится архитектура города Видного. Я хочу сделать, уже несколько лет хочу сделать серию работ, уже серьезных. Как серия лошадей, у меня их там 8 штук, но здесь представлены 4. Также хочется сделать серию работ про город Видное. Впервые в выставке приняла участие Татьяна Ивановна Туракевич. Ее иконы выполнены в технике вышивка бисером. Коллекционер кукол и наперстков Амурская Марина Ильинична более 20 лет проработала во Внегазе. Творческая семья Каштановых много лет трудится на предприятии Видновского водоканала. Глава семейства увлечен вышивкой крестом. Повезло, что я участвую в этой выставке, что мои работы, мои жены и дочери посмотрят много народу этого города. Будем надеяться, что оценят. Очень приятно присутствовать на такой выставке, где столько невероятно талантливых художников представлено. Творческие люди, причем высокопрофессиональные. Большое спасибо организаторам выставки, нам хочется сказать. В рамках открытия выставки в историко-культурном центре состоялся и концерт, посвященный 85-летию Ленинского района и празднику Дня города. Людмила Медведева, Евгений Петров, Александр Ильин, Елена Кошлева. Видное ТВ.